Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение TheCatLady и сегодня мы с вами начинаем четвертую главу под названием пуля для Сьюзен. В прошлой серии нам удалось немножечко отдохнуть друзья, но ни в коем случае не расслабляемся, потому что вы помните у нас осталось еще четыре паразита. На своем пути мы встретим еще немало ужасных людей, поэтому ни в коем случае не расслабляемся. Past Control. Видимо это и есть та самая служба по борьбе с свидетелями. Сосед ее все-таки вызвал, господи, нужно было разобраться с этим соседом. 01 392 20 50 72. Друзья, запомните или запишите, может пригодится. Что это? Старинный особняк. Заброшенный. А нет. Ждут гостей. Видимо много гостей. Так, видимо эта служба разбирается не только с свидетелями, но видимо еще и с людьми. Кстати, полезно. Иногда может пригодиться. И снова всего лишь плохой сон. Я проспала всю ночь, еще кусок дня прихватила. Почему же я до сих пор чувствую себя разбитым? Кто-то стоит у двери. Очень надеюсь, что это не он. Только не опять. Да, соседа еще не хватало нам, конечно. Лучше бы он не приходил, серьезно. Мы сейчас на нервах. И человека мы уже когда-то убили, поэтому ему лучше бежать. Дверь открыть. Слушайте, а глазка-то нету что ли? Так, двери открывать как-то совсем небезопасно. Здравствуйте, мисс Эшвард. Как вы? Вам лучше? Мы знакомы? Ах, конечно. Вы не помните меня. Меня зовут Митси Хант. Мы встретились несколько дней назад. Вы были без сознания. Те ваши таблетки очень сильно действуют. Возможно, вы приняли их слишком много, заметьте. А, так это значит та самая девушка, которая притворилась нашей дочерью. А я-то думал то, что старуха там как-то перевоплотилась и решила нам помочь. Но нет, это совершенно обычная девушка. Так это вы. У меня было ощущение, что вы придете. Да, я. Девушка, которая появилась не вовремя и все испортила. Я понимаю, если вы злы на меня. Я бы не удивилась, если бы вы винили меня, что я вызвала скорую и спасла вам жизнь. Но мне были для этого и другие причины. Личные мотивы. Это важно. Это важно, поэтому я пришла сюда в одну из ночей. Поговорить с вами. Почему вы хотели поговорить со мной? Это бессмысленно. Я видела ваше объявление в газете. Вы хотели сдать комнату. Я... Они все еще публикуют это? Я давала объявление несколько месяцев назад. Никто не звонил, я совсем забыл об этом. Я уже не рассчитывала на него, кстати. Ну, я бы хотела заселиться, мисс Эшвард. Но у вас есть комната, а у меня деньги. Разве это не то, чего мы обе хотим? Я очень чистоплотная. Не шумлю. И обещаю не засиживаться подолгу в ванной по утрам. Я не уверена. Знаете, я прочла вашу предсмертную записку. Мне неловко, но я прочла ее. Я понимаю, что вам нравится ваше одиночество. Вы чураетесь людей. Я понимаю. Но я не буду мешаться. Обещаю, я не нарушу вашего уединения. В большей части вы даже не будете замечать, что я здесь. Что скажете? Мы договорились? Ну... Думаю, лишние деньги мне не помешают, но... Отлично! Я могу войти? Как все быстро, а? Подожди, подожди. А... В больнице вы назвались моей дочерью. Вы маленькая лгуня, не правда ли? Как я могу вам доверять? Как я могу быть уверена, что вы не перережете мне глотку, пока я сплю? Господи, да что с вами? Перерезать вам глотку? Вы всегда так недоверчивы к людям. Если бы я хотел сделать такое, разве я бы беспокоилась о вашем спасении? Просто задумайтесь на секунду. Я просто пыталась избежать всех глупых вопросов. Я не знала, что еще сказать. Это показалось мне самым легким вариантом. Иначе они бы не позволили мне поехать с вами на скорой. А я хотела знать. Выживете ли? Вы. Я должна вам сказать, что комната, которая я сдаю, весьма дрянная. Я не привередлива. Но все равно это ненадолго. Может на пару недель. Всяко лучше того, что у меня есть сейчас. То есть... Прошлую ночь я спала на железнодорожной станции. Там живет пяалень, который разговаривает с крысами. Вы должны быть видали его. Стойте. А можете ли вы вообще оплатить комнату? Конечно. Я заплачу вам за два месяца вперед. Деньги не проблема. Тогда почему вы не отправились в отель? Не люблю отели. Сильнее, чем в железнодорожной станции. С бомжами и крысами. Робби? О нет, у него все хорошо. Он в порядке. И он не мешает со своими крысами. То есть лучше проночевать фактически на железнодорожной станции, чем снять комнату в отеле. Как-то, друзья, это все подозрительно. Не знаю, стоит ли ей доверять вообще. А как вы ушли той ночью? Я уверена, что запирала дверь. Я... Ну... Ладно, я расскажу. Наверняка вам не понравится это, но я расскажу. Я взломала дверь. Что? Послушайте, я понимаю, что это выглядит как криминал, но поверьте, это не так. Мой отец был отличным слесарем. Он знал о замках все. И меня кое-чему научил. У меня есть вот эта маленькая коробочка. Я всегда ношу ее с собой. У меня несколько отмычек, очень дорогих. Ручная работа. Это все, что у меня осталось в памяти о нем. Понимаю. Но знаете, ваш отец больше походит на грабителя, а не на слесаря. Это уже не важно. Согласна, но почему вы решили, что можете взломать парадную дверь и просто вломиться без приглашения? Я услышала кошек. Они словно с ума посходили, будто в доме разверся ад. Их крики это было неописуемо, как вой призраков. А порой на мгновение, как человеческое рыдание. Тем не менее, я продолжала барабанить дверь, но вы уже были без сознания. В хоме или как-то там. Я потолкнула эспорожек в замке и открыла дверь. У меня было нехорошее предчувствие. Предчувствие. Отлично. Предчувствие, что происходит что-то ужасное. Я не ошиблась, не так ли? Хм, предчувствие, значит, да? Или судьба? Почему вам так нужна эта комната? Взглянем правде в глаза. Эта комната разваливается на части. Она холодная, темная, немного заплесневелая. Это старая часть города, где ничего не происходит. Далеко от центра, и тут ходят всего два автобуса. И то, если повезет. А я больше известна в округе как долбанутая кошатница. Они бы с радостью сожгли меня на костре, если бы могли. Они бы засунули меня в мешок и утопили бы в реке, как котенка. Я не самая лучшая компания для молодой девочки, как ты. Кто это они? Люди, просто люди. Мне насрать на людей, мисс Эшвард. Но мне нравятся кошки. Думаете, они и чуют запах крыс от меня? Душ бы мне действительно не помешал. То есть, тебя устраивает комната сырая, заплесневелая. Это что-то вообще из ряда вон выходящее. Уверена, ты передумаешь, когда ты ее увидишь. С удовольствием на нее посмотрю. И я уверена, что она не настолько плоха, как вы ее описали. Окно сломано и с трудом закрывается. Нет проблем, я люблю свежий воздух. Там мусор везде. Я приберусь. Еще и пахнет. Я подожгу пары ароматизующих палочек, чтобы заглушить запах. Люблю эти палочки. Ладно. Я сдаюсь. Следуй за мной. Сама все увидишь, раз уж ты такая упертая. Не доверяю я ей. Ладно, идем. Хотя нам уже точно ничего не грозит. Хуже уже быть не может. Ну, прошу, осматривайтесь. Великолепная комната. Да ну. А что насчет этого барахла? Я кое-что-то двину, если вы не против. Но большинство мне пригодится. Все, что мне надо, это кровать для сна и крыша над головой, чтобы защищала меня от этого дождя. И розетка, чтобы я могла свой ноут зарядить. О, еще место для мытья. Душ у вас есть, так? Умирая без душа. То есть, она любит жить в комнате, совершенно грязной, но ей обязательно нужен душ. А есть кто-нибудь, с кем я могу связаться? Для справки. Ну, если честно, я никогда раньше комнату не снимала, так что нет. Я жила всю свою жизнь с моей мамой. До недавнего времени, то есть. Я могу ей позвонить? Ох, тут будет отличное место для плаката. Ага. Точно сойдет. У тебя же проблем нет, так? Я действительно вам напоминаю кого-нибудь, серийного убийцу Мисс Эшвард? Не знаю. А как серийный убийца вообще выглядит? Шрам через лицо, глазная повязка, жесткая щетина, ну и что-то вот такое. Ты описала пирата. Добавь деревянную ногу, и будет полная картинка. Кто знает, я не эксперт по серийным убийцам. Пока что. А по-моему, мы уже действительно можем стать экспертами. Хотя мы еще столько всего встретим. Так что, да, лучше не загадывать. Вообще серийные убийцы выглядят как милые старикашки, профессоры, ученые и так далее. Так, а ты не из этой Эмма-субкультуры? Эмма? Даже не знаю. По-моему, обычный совершенно вид. Ты упомянула какие-то личные причины остаться тут. Да, но это долгая история. Не буду утомлять вас этим личным дерьмом. Ладно, тогда, может, дашь мне короткую версию? Ага, ладно. Я ищу кое-кого. Я не особо знаю этого человека, но это друг моего друга. Я говорила с этим парнем только по сети. Так что я не знаю, как он выглядит. Люблю эту лампу. Работает? О чем я говорила? А, да. Не знаю, как он выглядит. Но я разбираюсь в компьютерах. Мне удалось его выследить. Оказалось, что он живет здесь, где-то в этом здании. Вот чего я не знаю, так это в какой квартире он живет. Тут всего восемь квартир. Он живет в одной из них. Я должна вычислить, какой именно. Это должно быть несложно. И чего ты хочешь из этого человека? Я просто хочу поговорить с ним. Он сделал кое-что очень плохое. Ужасное плохое. Я должна с ним поговорить, чтобы все прояснить, понимаете? Просто поговорить? Уверена? Ага. Я хочу встретиться с ним лицом к лицу. Вот и все. Ясно. Ясно. Попахивает каким-то убийством. Слушайте, посмотрите. Нет у него какого-нибудь пистолета, либо еще что-то? Хм. А ты не из этой эмо-субкультуры? Пожалуйста, не упоминайте это слово. Нет, нет. Просто я так одеваюсь. Я выросла. Слушай, настоящий рок-н-ролл, а не это эмо-вское говно. Я бы сильно не хотел быть частью этой унылой моды. Хорошо. Очевидно, тема больная. Знаете, люди думают, что если ты одеваешься в черное, то ты эмо или гот. Нельзя так все обобщать. Все намного сложнее. Я тоже одеваюсь в черное. Разумеется. Это потому что черный лучший цвет. И точка. Знаете, вы задавали мне все эти вопросы, а я так не успел спросить о том, как вы себя чувствуете. То есть, вы же недавно такое пережили, еле выжили. Верно, я переступаю к границе, спрашиваю вас об этом. Но мне очень любопытно, почему вы пытались убить себя? Что вас заставило? Как себя ощущаете? Долгая история. Не буду вас утомлять этим личным дерьмом. Хм... Это важно, наверное. Но я вам уже изложила короткую версию. Да, Анна, почему-то я не могу избавиться от ощущения, что ты упустила пару важных фактов. Только немного мелочей. В любом случае, я думаю, что вашу историю невозможно сократить. И все же, если захочешь поговорить, то я с удовольствием послушаю. Я запомню это миссии. Пошли назад в гостиную. Какая милая девочка. Прекрасная комната. Ну что скажете, мисс Эшвард? Опа-на. Я очень надеюсь, что вы не передумаете. Мисс Эшвард? Поцелуй смерти. Что случилось? С вами все в порядке? Уходи. Ты должна уйти немедленно. Но... Почему? Мисс Эшвард, что случилось? Тут небезопасно для тебя. Ты должна уйти. Сейчас же. Пожалуйста, мисс Эшвард. Я очень хотел остаться. Не прогоняйте меня сейчас. А вот ты не можешь остаться. Не можешь. Если не уйдешь, что-то страшное с тобой произойдет. Пожалуйста, просто оставь меня одну. Я была очень даже счастлива до того, как ты пришла. У меня есть мои кошки. У меня есть и я. Я знала, что ты была одна из них. Я знала. О чем вы говорите? Послушайте, просто постарайтесь расслабиться. Все в порядке. Но почему ты? Почему ты хочешь сделать это со мной? У тебя нет повода. Успокойтесь. Я не собираюсь ничего делать с вами, хорошо? Я только хочу снять комнату. Вот и все. Обещаю. Черт, я даже клянусь. Я не причинил вам никаких проблем, ладно? Просто сделайте глубокий вдох и постарайтесь объяснить, что случилось. Я немного в растерянности. Тогда... Может быть... О, нет. Нет, нет. Ты скоро умрешь. Я знаю. Ага. Знаю. Но откуда вы это знаете, мисс Эшот? Вы что-то типа ясновидящий? Владеете некими сверхъестественными навыками чтения мыслей? Или это так очевидно? Или это так очевидно? Что ты имеешь в виду? Я... Я не знаю, как ты умрешь. Но... Можешь это предчувствием называть, если хочешь. Это крутое предчувствие. Ну, а я знаю. Точно знаю. Это уже началось, знаете ли. Хотите увидеть? Я покажу вам. Вот мисс Эшот. Хорошенько посмотрите, потому что я не собираюсь сделать этого еще раз. О, парик. Значит, химиотерапия. Наверняка. А значит, рак. О, так это мы все-таки были, господи. Кого мы опять встретили? Очередной, друзья, маньяк. Нам везет просто на них. Так, ну что же. Пора просыпаться, моя маленькая кошечка. Что такое, Соня? Тебя мучили кошмары? Хочешь, я тебя обниму и поцелую, и кошмары рассеяться сами собой? Что случилось? Кошка в язык вцепилась. Очень смешно. Что ж, не волнуйся, моя сладкая. Я знаю кое-что про кисок. Могу помочь. Я могу помочь. Что ты там бормочешь? Мне хорошенько проверить твою киску. Ты шмать, я опять озвучил каких-то маньяков. За что мне это? Друзья, если после всего этого прохождения в мире появится еще один маньяк, вы не удивляйтесь. Это просто игра меня довела. Ты труп. Просто еще не знаешь об этом. Я вскрою твою глотку и буду смотреть, как ты кровью истечешь. Скорблю твое тело вороном. О, ты пожалеешь об этом. Что тут происходит? Это кто? Ты игрался с этой маленькой сукой за моей спиной? Если игрался, то клянусь богом. Я? Я бы никогда. Ты знаешь меня, дорогая. Ты единственная девочка для меня. Эта дама отужинает с нами. Вот и все. Зачем? Снимай эту чертову маску, когда говоришь со мной. Ты чертовски хорошо знаешь, что я не выношу ее. И не забудь положить ее назад в грузовик, чтобы ее опять не... потерять. Ладно, ладно. Я просто говорил, что она тут на ужин. Хорошо. Ужин. Жрать хочу. Уже плевать и охота от этих чертовых кошек. Господи, медсестра из Силент Хилл прям какая-то. Ты мерзкая маленькая шлюха. Пыталась соблазнить моего мужа в моем собственном доме? Чертовски некультурно. Хм... 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 Ты-то еще кто? Заткнись, тупая сука. Я знаю твои намерения. Ты глазела на него этими большими зелеными глазами. Ты хочешь его так? Хочешь забрать его от меня? Ну, у меня одна штука на такой случай. Я всегда держу эту бутылку при себе. Это отбеливатель. Самый сильный, какой только можно достать. Ты не сделала мне выбора. Я не могу рисковать потерять его. Я должна убедиться, что ты его больше не будешь привлекать. Тебе не понадобятся эти глаза и это лицо. Больше не понадобятся в любом случае. Серьезно? Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сама. Кому мы вообще опять попали? Ох, друзья. Птикап? Стаканчик? Ты или это? Слушайте, мы можем поиграть за кошку. И тебя тоже взяли. Слушайте, это действительно сосед вызвал службу, видимо. Кошек всех забрали. Видимо, пустили на пироги. Прости, прости, пожалуйста. Так, что мы можем делать? Мы можем ходить влево и вправо. Мы можем прыгать. Что уже довольно неплохо. Сьюзан, ты как? Я, правда, болтать особо не могу. Ё-моё. Хороший отбеливатель. Надо будет уточнить Марку. На всякий случай. Так, ну запрыгиваем. Так, ну, наверное, вперёд. А, и стоит ещё сохраниться, кстати. Эй, красавица. Я смотрю, моя старушка вновь принесла отбеливатель. Какая жалость. Мне так нравились твои глаза. У нас могло получиться нечто удивительное, если ты понимаешь, о чём я. Она делает так каждый раз. Как там это называется? Ревность. Проблемы доверия. Вот как. Ну, ничего. В море и без того хватает рыбы. Я не особо разборчив, но даже у меня есть определённые стандартные. Я к тебе даже не притронусь. Скажу тебе честно, девочка. Видок у тебя хреновый. Но мне не хотелось бы, чтобы ты думала, будто я злой. До ужина ещё уйма времени. Тебе больно? Так что... Я тут принёс кое-что, что поможет положить конец твоим страданиям. Подумай об этом. Я принёс тебе пистолет. Один из моих любимых, кстати. В обойме один патрон. Крупный калибр. Ты умрёшь сразу, не успев почувствовать боль. Заманчиво, не так ли? Ну, я на тебя не давлю. Это просто один из вариантов. А, ну конечно же. Ты его не видишь. Отбеливатель превратил твои глаза в кашу. Тогда я просто оставлю его здесь. Не стесняйся воспользоваться им. В конце концов, эта пуля всё равно предназначалась для тебя. Ну а я, пожалуй, пойду. Не хотелось бы, чтобы меня снова поймали с поличным. Правда? Ах ты шалунья. Как благородно. Что это было? Не можешь дотянуться. Ну а чего ты ожидала? Жизнь порой обходится с нами жестоко. Я тебе всажу эту пулю. А, кошка. Так. Я бы хотел, конечно, сохраниться для начала. Так. Как мы назовём-то? Сохранить. В игре ещё нельзя делать больше 50 сохранений, поэтому мне придётся потом стирать их всех. Так. Ключ глотнуть. Проглотил ключ? Тикап, ты молодец вообще. Нас не заметили? Удивительно даже. Так. Здесь, кстати, нужно быть очень осторожными. Ага. Сейчас, подождём. Ничего себе, у тебя пушки-то тут. Это вроде бы двустволочка. Давай. Тикап, ты сможешь стаканчик? Есть. Так, несём ключи. Всё отлично. Такая музыка здесь вообще. Так, наверное... Держи ключ. Что? Что? Кто это? Мои глаза. Я не могу. Я не могу ничего увидеть. Ах ты сука. Ключ? Кто ты? Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Я... Я... Я теперь могу открыть наручники. Так и... А, чёрный экран. Я ничего не вижу. Нужен пистолет, друзья. Пистолет. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Я его уронила. Ну как так-то? Где же он? Ну где же он? Чёрт побери. Где? Я пытаюсь... Ага, пол. Обыскать. Есть Так, ну и что, у нас нет другого выбора Выстрелить в себя Черт возьми Извини, Мидзи Мне придется нарушить мое обещание Но мы вернемся Обязательно вернемся Надеюсь, вы не возражаете против страшных постеров Твоя же комната Что хочешь, то и делай Но это, безусловно, лучше, чем феи, радуги и розовые единороги Это ты сама сделала? Нет Мой молодой человек Ну, какие-то из них, во всяком случае Так вот, мисс Эшвард Так получилось, что в моей сумке есть бутылка вина Я собиралась оставить ее Роберту, но я совсем забыла об этом Роберту? Человек с крысами А, да, конечно Так что, выпьем тогда Могли бы узнать друг друга получше? Я знаю, что обещала не мешать То есть, вы не обязаны, если не хотите Но раз уж мы собираемся пожить вместе немного, то почему бы нам не поболтать? Да, почему бы и нет, я думаю Супер! Я принесу вино Ох, черт Это одна из тех бутылок с пробкой У вас есть что, мисс Эшвард? На кухне Мне пойти и достать его, да? Да, пожалуйста И раз уж пойдете туда, можете вы взять еще пару бокалов? Ну, а как они ожидали-то? Бутылка вина без пробки, что ли? А вот насчет бокалов я не уверен Потому что у нас в доме одна кружка всего лишь есть Ну, друзья, на этом заканчиваем В следующей серии, наконец-таки, наверное, узнаем Что же все-таки произошло Как мы оказались у этого нового маньяка Поэтому увидимся в следующей серии Всем пока!